Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе», а мы в творческой мастерской художника-керамиста Галины Сметаниной. Знакомьтесь! Как сказал один из наших современников, керамика очень похожа на жизнь. Вам всегда интересно, чем обернется дело. Галина Сметанина посвятила этому ремеслу более 20 лет, и уж она-то знает толк в многочисленных техниках и нюансах. Мне повезло в том смысле, что мое любимое дело, моя работа, она является увлечением. То есть тут совершенно нет никакого различия между работой, отдыхом, занятием любимым. Я ищу такую работу, которая мне нравится, которая мне по душе. Небольшая мастерская сверху донизу заставлена и завешана предметами искусства. Муж нашей героини, тоже человек довольно известный, художник Анатолий Ларюнин, щедро поделился творческим пространством с супругой. Каждый человек боится произносить вслух о своем доме счастья, но мы путешествуем вместе, у нас общие планы. Теперь и не скажешь, чего здесь больше – картин или замысловатых керамических изделий. Я, в отличие от многих художников, не люблю ночью работать. Мы ложимся так довольно рано. В общем-то, ранние пташки. Предпочитаем лучше встать пораньше. Современная керамика, западная, выхолощенная и чистая, подходит не всем, считает Галина Александровна. Для нее современность заключается не в поисках технологических фокусов, а в достижении каких-то невероятных эффектов, чтобы люди не забывали особенности своей культуры. На сегодняшний момент меня очень интересует тема вообще фольклора и народного искусства, народного прикладного искусства. Верхом гончарного мастерства считается выкручивание больших изделий на гончарном круге. Рождение этого кукольного театра началось с изготовления подарков для рязанских сматрин. Эскизов накопилось столько, что убрать их в дальний угол не поднялась рука. Как художнику мне интересно работать с более зрелыми людьми, уже знающими, что они хотят. Поэтому, конечно, с взрослыми людьми в этом плане интересно, со студентами интересно. Но когда мне пришлось начать работать с детьми, с маленькими, причем с детьми с ограниченными возможностями, я увидела в этом большую радость от работы. Источников вдохновения у нее много. Керамика неолита, изделия мастеров Киевской Руси, художественные традиции Востока. Как тут обойтись без творческих экспериментов? Чем-то напоминает приготовление блюда, только вместо продуктов, элементы форм и декора разных эпох и народов. Настоящий фьюжн. Добавим немного цвета, и изделие уже имеет характер и настроение. Краски, это вообще ангоп, это жидкая глина. Если мы, вот это у меня белая глина, если я возьму красную глину, водичкой его разведу, тут у меня будет красный ангоп. Самые традиционные, самые первые краски, которым человек научился пользоваться. Профессиональный художник-керамист – это человек-оркестр, в котором гармонично сочетаются и скульптор, и портретист, и просто чернорабочий, которому не зазорно надеть на себя фартук и часами замешивать глиняное тесто. Вот глину хорошо переминаю, потому что нужно удалить пузыри воздуха, которые в ней находятся, и чтобы она достигла такой однородности, влажности. Между прочим, по преданиям славянских народов, гончарам помогал сам черт. Он разводил в печи огонь и не подпускал к гончарному кругу посторонних. Вечером после окончания работы горшечник крестил гончарный круг или рисовал на нем крест, чтобы черт ночью не испортил изделие. До сих пор ученые находят глиняную посуду с нарисованными крестами на донышках. Не волнуйтесь, добро всегда побеждало. Часто среди профессиональных художников, среди керамистов, ну это как правило, люди стремятся не открывать свои какие-то находки, не стремятся, не спешат делиться секретами. Но в силу того, что я занимаюсь, постоянно кого-то учу, я отдаю всегда это и, в общем-то, радуюсь успехам своих учеников. Самый известный глиняный предмет – обыкновенная свистулька, но не стоит умалять ее достоинств. Например, в Суздале был интересный проект, в котором группа керамистов участвовала вместе с музыкантами и театралами школы студии МХАТ. Так вот, керамисты должны были изготовить музыкальные инструменты, на которых потом профессиональные музыканты-поликлористы сделали концерт. Мы два часа потратили на создание экспозиции, но когда они туда вошли толпой, вот Сергей Старостин со своей виртуальной деревней, они в мгновение там расхватали, эти инструменты стали стучать, дуть, свистеть и прочее, петь. Любовь к музыке – это скорее от папы. Он всю жизнь руководил детскими хорами. Причем так, что из провинциального городка Накаме его пятиголосный школьный хор ездил выступать в Москву. Керамические музыкальные инструменты – вотчина брата, скромно признается моя героиня. Он тоже закончил строгановку и сыграл бы куда лучше. Кстати, чем больше камера, тем ниже звук. У меня такой интересный звук, смотрите. В работе художников-керамистов нет сезонности, зато бывают одержимые в плане творчества периоды. Один из таких – симпозиум на Байкале, на острове Ольхон. Лучшие керамисты России от Владивостока до Москвы собрались, чтобы черпать вдохновение в строптивых водах и ветрах Байкала. В моем представлении это некое такое живое создание. Ну, существом его не назовешь, существует что такое небольшое. Это некое вот, во всяком случае, он живой, одушевленный. Именно там произошла довольно забавная история, связанная вот с этим предметом. Так вот приехала тоже съемочная группа иркутского телевидения, вывезли меня на берег, дали рог в руки и стали снимать сюжетик. Ну, Дуня, я, значит, потрубила, смотрю, коровы бегут. Я еще раз, коровы еще с большей скоростью в гору несутся. Третий раз коровы вот так, у нас стоят и смотрят. Я говорю, ну, если сейчас еще раз я протрублю, неизвестно, как они себя поведут. С тех пор, как рядом с деревенским домиком появилась дровяная печь, полки мастерской все больше теснят предметы, удивляющие акварельными переливами и перламутром. Добиться такого результата можно путем восстановления оксида меди до металла в среде неполного горения. Проще говоря, изделие проходит первый обжиг без глазури. Затем, когда температура в печи достигает 1050 градусов и выше, изделие оттуда вытаскивают и погружают в бочку с опилками, которую герметично закрывают. Трудно поверить, что под черной сажей окажутся самые невероятные цвета. Вот все начинают судорожно оттирать, и вдруг они видят, как из-под слоя вот этой сажи начинают проявляться какие-то невероятные красоты, переливы там красных, зеленых, золотистых оттенков. В этом кропотливом деле руку, пожалуй, не набьешь. Мастерство, конечно, оттачивается годами, но ни один уважающий себя творческий человек не остановится на штампах. Часто даже деформация формы при обжиге, пузырьки и трещины в глазури подсказывают художнику новые образные решения и заставляют вспомнить чужие традиции, например, японской керамики, в которой технологические изъяны ценились как особое эстетическое качество. Стараешься тоже сувенирку делать, да, с душой, чтобы она не была, не такой китчем, а стараешься все-таки, ну, это очень компромиссные моменты. Очень отрадно, что в последнее время такие талантливые люди, как моя героиня и ее супруг, получают любопытные приглашения от молодых людей. Это возможность и научить, и научиться. Надо сказать, что на этих веселых таких тусовках наш Анатолий Григорьевич, мой муж, он, так сказать, самый взрослый ребенок. У нее непростая задача – приблизить человека к его истокам, показать, насколько хрупок и прекрасен окружающий мир. Работы Галины Сметаниной нашли свое место в лучших музеях и частных коллекциях как в России, так и за рубежом. Нет, планов не будем рассказывать. Ближайшее будущее – это лето. У нас, конечно, много предложений из разных мест, и на симпозиумы приглашают керамические, но не говори гоп, пока не прыгнешь. После съемки почему-то еще не раз вспомнилось выражение «Не боги горшки обжигают». Иногда мы просто не понимаем, сколько души и труда в самой простой безделушке, сделанной руками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова